Всех приветствую на канале Каткод! И у нас сегодня обзор недавно прошедшей конференции Symphony World 2021 Winter Edition. Несмотря на то, что канал у нас о Laravel, я решил обзор столь важного и близкого для Laravel комьюнити события не может пройти мимо нас. Да, и огромное спасибо Роману Пронскому из JetBrains и канала PHP Points, которым у нас недавно вышла коллаба по дайджесту, за предоставленные билеты на это событие. Подписываемся на канал и в соцсети Романа, ссылки будут в описании. А мы начинаем обзор Symphony World поступательно, от спикера к спикеру, с целью рассказать вам, что именно происходило на этом мероприятии. Сразу забегая вперед, скажу, что организация была куда сильнее, чем на Лараконе. Больше интересных тем, намного больше кода и примеров, а самое важное, что после выступления спикеру можно было задать вопросы, чего вообще не было на Лараконе. Ну что ж, друзья, погнали! Первым выступил, как полагается, создатель Symphony Fabien Potensier. Заранее извиняюсь, если буду неправильно произносить имена спикеров. Fabien зашел издалека и начал разговоры на болевшем. О том, что ему ежедневно приходят сотни имейлов с просьбой что-либо исправить или дополнить в его опенсорс проектах. Также приходят и гневные сообщения о том, что какие-либо проблемы, скажем, в безопасности не исправляют годами. И все в таком духе. И Fabien подумал, что, скорее всего, люди просто не понимают концепцию опенсорс проектов. И рассказал, что же происходит за сценой. Что, как правило, такие проекты это хобби, которыми занимаются в свободное время несколько, а чаще всего даже один разработчик. И что не хватает энергии и времени всем отвечать своевременно и решать все проблемы. И в целом он придерживается идеологии, что если хочется делать, делает. А если нет, то извините, я предоставил вам инструмент бесплатно. Если он вам нравится, то окей. Если нет, то меня это не заботит. А во всем остальном, если опенсорс проект развивается, то в его основе, конечно же, комьюнити. Но и при этом автор не просто дирижирует пул реквестами, а ведет документацию, блог, чтобы донести участникам основную философию проекта, стиль кода, основные текущие цели и так далее. Что в целом тоже огромный труд, полный стресса, но он при этом любит и посвящает себя целиком этому процессу. Далее он также углубился в вопрос, что часто комьюнити просит сделать как можно больше инструментов опенсорс для удобства пользования. И этот момент также упирается в первоначальную проблему. Но авторы стараются ежегодно делать релизы и в этот раз также не исключение. И речь зашла о двух слонах в ядре Symfony. Это Flex Server и Symfony CLI. CLI стал опенсорс проектом, а Flex Server в ближайшее время отключат. Но JSON настройки перенесены на GitHub. После автору задавали вопросы. Мне понравился вопрос, есть ли в планах перенести Symfony на какой-либо другой язык программирования. Ответ, само собой, был нет. Здесь автор начал разговор с прогноза на 2022 год в рамках PHP. Что большинство приложений будут использовать абстракции в рамках работы с файлами. Перестанут использовать глобальные перемены и будут использовать Redis либо MAM Cache для сессий. И будут использовать Runtime компонент, о котором и пойдет речь. Начиная с версии Symfony 5.3, Runtime компонент будет поставляться вместе с Symfony. Здесь спикер начал разговор о том, что такое валидация в целом. И как выглядит код, к примеру, в валидации форм, если реализовать его с нуля. И как просто это делать в Symfony. А также валидацию атрибутов, полив базы данных и так далее. Примеры синтаксической и семантической валидации данных. Разобрал наиболее частый пример валидации email адреса. Насколько много кейсов невалидного значения. И что есть, скажем, PHP функция FilterWare. Но также разобрал ряд недостатков ее применения. Также семантическая валидация email, есть ли он в базе и так далее. Так вот, наилучший подход, что автор рекомендует. Разделять синтаксическую и семантическую валидацию. Начинать с синтаксической, где у нас есть валидация данных запроса, DTO-объекты по полям валидации. И семантическая валидация с проверкой, существует ли email. И последующим его добавлением в базу. Ну и пришло все к репрезенту репозитория, бенчмарку по производительности различных PHP библиотек для валидации. И небольшой сравнительный обзор преимуществ и недостатков. Так, например, библиотеки от Symfony, хоть и быстрее, но самая медленная в обзоре библиотека Laminos имеет проверку существования домена у email-адресов, в отличие от библиотек от Symfony. Резюмирую. Особое внимание синтаксической валидации. И она должна быть реализована в первую очередь. Семантическая реализация идет вторым номером, так как привязана к бизнес-логике нашего приложения. И может быть уникальной по своему характеру. Ну и не забывайте всегда проверять то, что вводят пользователи. Здесь речь идет о идеологии обратной совместимости Symfony. О том, что Symfony продолжает поддерживать предыдущую версию до определенного времени, сохраняя деприкейтед методы и добавляя нотации о них. Что при использовании статических анализаторов, либо скажем IDE, становится просто в отслеживании и замене. Также для простоты миграции к новым версиям, автор рекомендует использовать трейты от Symfony, классы, сервисы и интерфейсы. А также дает множество советов и рекомендаций в рамках этой темы. Здесь у нас разговор о безопасности и уязвимостях в Symfony. И первое это никогда не допускать DEV-инструменты на продакшн. Не только в рамках вашего приложения, но и в каждом вендоре. Устанавливайте вендоры с атрибутом no-dev. Второе это проверка хоста в заголовках и установка в конфиге Symfony, какие хосты имеют доступ, так как по умолчанию этих параметров не задано. Также представил репозиторий с советами по безопасности, а также репозиторий с анализом кода на безопасность в рамках каждого вендора LocalPHP Security Checker, чтобы быть уверенным в безопасности всех пакетов, что вы используете. В случае чего обновить, либо заменить на аналог. Как совет, настройте анализ перед каждым деплоем, чтобы это было автоматически, что повысит безопасность вашего приложения. Также особое внимание уделил ролевой модели в вашем приложении и строгом разделении ролей доступа. Используйте Symfony Security Component с отличной документацией и возможностями. Также совет продолжать использовать CSRF токены, несмотря на то, что все чаще говорят о их неактуальности. Также остается множество проблем, которые не могут быть решены просто установкой вендора или подключением какого-либо компонента. Как пример, спикеры рекомендуют избегать работу с сериализацией, быть осторожными с магическими методами и не забывать указывать типы у аргументов, свойств и возвращаемых значений. Обязательно указывать, какие классы имеют доступ к десериализации. Избегать предоставлять возможность злоумышленникам получать данные, существует ли пользователь в базе, за счет, к примеру, сообщений, валидации форм, а также использовать RAID-лимит и ограничивать частоту запросов. Большой разговор о тестах. Не о TDD-принципах, а в целом о тестировании Symfony приложения. Разбор различных пакетов по тестированию. Браузер-краулеры, параллельные тесты, тесты JS, рефреш данных перед тестами и так далее. Важная тема с множеством примеров по каждой области тестирования. Здесь, в основе обращения, DDD-принципы построения приложения. Что в целом, DDD – это Game Changer. О преимуществах разбития приложения на сферы деятельности, насколько удобна такая структура, и о том, что ваше приложение начинает говорить на бизнес-языке и становится проще в поддержке и развитии. Что Domain Driven – разработка не только для сеньоров, а что в этом нет ничего сложного, а вот преимуществ масса. Проект разбивается на ответственности, сферы деятельности, каждая из которых говорит на своем бизнес-языке, что вносит множество удобств. И как разделять и общаться между частями вашего проекта за счет ивентов и Symfony Messenger. Как работать с CommandBus и использовать UUIDs вместо ID для ивентов и о том, как проще тестировать приложение с использованием такой концепции. Все это подробно с примерами реализации. Отличное выступление о демонстрации DDD-принципов в Symfony. Большой разговор о тестах. Не о TDD-принципах, а в целом о тестировании Symfony приложения. Разбор различных пакетов по тестированию. Браузер-краулеры, параллельные тесты, тесты JS, рефреш данных перед тестами и так далее. Важная тема с множеством примеров по каждой области тестирования. Здесь у нас разговор о EAV, Entity Attributes Values, Сущность, Поля и Значения. Суть в том, что мы строим структуру базы данных с отдельной таблицей, которая хранит дополнительную информацию о сущностях в виде полей и значений. Значения могут быть как ссылками-идентификаторами, так и указанием типа, либо просто примитивными значениями. Думаю, вы все сталкивались с EAV. Спикер же рассказал о преимуществах, примерах использования такой модели в различных CMS, насколько проще работать в такой структуре, скажем, с товарами, у которых динамически время от времени появляются новые характеристики. Также сравнение производительности и возможности по оптимизации данного подхода. Здесь автор рассказал, насколько огромен Symfony и насколько все автоматизировано. О том, что они прикладывают максимально много усилий для простоты миграции на новой версии и обратной совместимости. Поэтому миграция на новой Symfony должна быть безболезненна. По крайней мере разработчики делают все возможное для этого. Но основное внимание стоит обратить на переход к версии PHP 8.1. Да, PHP ниже 8 версии больше не поддерживается. Также автор продемонстрировал преимущество производительности Symfony с переходом на последнюю версию PHP. Также весь деприкейтед код будет удален из Symfony 6. Код стал чище и без дублей. TypeHint теперь будет всюду в Symfony. У всех свойств аргументов и возвращаемых значений. За счет чего аннотации стало меньше и код опять-таки чище. Этот момент также важен в миграциях. Если вы, скажем, используете где-то интерфейс без TypeHint, то вам потребуется исправить этот момент. В помощь придут статические анализаторы кода, чтобы исправить проблемы с TypeHint в текущих приложениях перед миграцией на Symfony 6. Также автор показал все, что было добавлено в Symfony с версии 5 до версии 6. И поделился идеями, что будет в Symfony 6.1, как пример файберы. Разговор о зависимостях. О пакетч-дизайн-принципе. О том, насколько важно разделять пакеты на зависимости и в целом проект на бандлы. Продемонстрировал множество примеров в рамках экосистемы Symfony и самой Symfony. Как пример, что Symfony Messenger идет отдельно от Symfony Serializer, что в конечном итоге дает больше гибкости. И вы вправе решать использовать Symfony Serializer, либо свой подход, либо какой-то еще. То же самое с самим Symfony, разбитым на бандлы с версиями, что упрощает процесс апгрейда и взаимодействия. Довольно долгий и интересный разговор. Здесь снова речь о апгрейде к Symfony 6 и обзоре инструментов, которые будут полезны в этом процессе. А именно, PHP CS Fixer, Code Style Analyзатор, Composer Unused и Composer Require Checker проверят, все ли зависимости используются, чтобы отключить ненужные. И PHP Stand для анализа тайпхинтов и прочих проблем в коде. Здесь разговор о Symfony Notifier, компонент, который вышел в стабильной версии, начиная с Symfony 5.3. И как раз пришло время с ним познакомиться, как его настраивать и работать с ним. Продемонстрировал, как создавать сам класс по работе с уведомлениями. Какие бывают каналы связи, чат, e-mail, SMS и браузер. Как их создавать, что за что отвечает. По названиям, думаю, так все понятно, за исключением чат-ченнел, который имеет ответственность за, скажем, мессенджеры, такие как Slack или Telegram и так далее. А браузер-ченнел это флеш-уведомления. Как настраивать сам транспортный слой и насколько это просто. А также о политиках выбора канала и о специфике реализации в рамках различных каналов и транспортных слоев. Безопасность это скучно, но это крайне важно для ваших проектов. И как нам повезло, что есть готовые компоненты для этого. Разговор о улучшениях безопасности в Symfony 6 и о советах, которые помогут в улучшении безопасности ваших приложений. Здесь у нас разговор о том, как планировать ваши проекты. Начинать с малого, иметь планы развития, стараться автоматизировать процессы по максимуму, делегировать задачи, использовать инструменты и платформы, помогающие вашему проекту. Все в таком духе, в этом обращении. Здесь у нас разговор о том, как увеличить производительность с помощью Blackfire Player. Скажем так, реклама инструмента. Blackfire Player это у нас веб-краулер, помощник в тестировании веб-приложений. И как все это чудо дали интегрировать с Docker. Рассказал о проблеме, с которой они столкнулись в рамках их проекта GOG.com. Проблема заключалась в том, что местами сайт работал медленно. И как они с помощью Blackfire Player находили подобные места и исправляли. Продемонстрировал его работу на различных сценариях. Показал, какие аналитические данные этот инструмент выдает. Как все это просто и удобно делается. А также продемонстрировал интеграцию с Docker. Здесь речь пошла о Twig в Symfony. О том, что это такое, для тех, кто не знает. Преимуществах и советах и рекомендациях в разработке с Twig. В целом, Twig – это буква V в MVC. Это шаблонизатор. В целом, это обращение будет полезно для тех, кто не знаком с Twig. Автор рассказал о интерполяции, работе со строками, датами, как компилируется, как расширять шаблоны, повторно использовать код и так далее. Много полезного и крайне интересно для новичков. Здесь автор затронул проблему с сервисоориентированной архитектуры. Когда ваш проект использует множество внешних сервисов, и как отследить, все ли узлы продолжают работать, нет ли сбоев и нарушений в зависимостях. Продемонстрировал Symfony Profiler, что он может помочь в этом вопросе, как с ним работать и все его преимущества. Думаю, уже видно из заголовка, что речь пойдет о Symfony в форум-компоненте. Автор с примерами показал, как работать с формами в Symfony, как их генерировать, проводить валидацию данных, кастомизировать шаблон и при этом не бояться за безопасность. Здесь разговор о дизайн-паттернах. О том, что дизайн-паттерны не решают всех ваших задач, но являются кирпичиками в построении качественного приложения. О том, что дизайн-паттерны помогают общаться между разработчиками, помогая понять код лучше. Помогают разделять код на небольшие составляющие, что дает преимущество в чтении кода и тестировании. Помогают в дальнейшем расширять проект, и все это идет нога в ногу с Solid принципами. Все это о качестве кода. Да, кстати, совсем скоро от CutCode выйдет курс по принципам Solid, на примере Laravel приложения. Думаю, в начале января я его анонсирую. Преимущества TDD принципов. По конференции уже затрагивали DDD принципы, а также в целом, как тестировать Symfony приложение, делать это правильно, а здесь автор затронул тему TDD принципов и не просто на словах, а продемонстрировал на примере Symfony приложение. Рекомендую к просмотру, как только повтор станет доступен всем. Здесь речь о статических анализаторах кода, а именно PHPStan. Symfony 6 использует всюду TypeHint, и для миграции на новую версию это станет крайне важно. Поэтому статические анализаторы будут крайне важными помощниками в апгрейде Symfony на новую версию. И мы уже не первый раз слышали об этом на конференции. О преимуществах и как с этим работать рассказал нам данный спикер. Всем спасибо за просмотр! Буду рад вашим лайкам, комментариям и обязательно подписывайтесь на канал, те, кто этого еще не сделал. Также напоминаю и про наш телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Всем спасибо за просмотр! Увидимся в следующем ролике! Субтитры сделал DimaTorzok